Он кричет? Я с ним не кричу. Пробеседовать с человеком? О том, что кричит кричит? Ну, будут в конце вопросы и можешь задать. Исповедовать грехи батюшки. Перечень грехов. Лена под этой книгой занималась. С миром! С миром принимаем! С миром вам тоже! С миром! Я сегодня один. Со мной Сергей Гирев. Сергей Гирев, подожди. Ну, привет! Со мной брат! Скажи мир! С миром! Всё, с миром принимаем! Так, Игорь. Молимся! Песня! Опять... Песня уrik, Звучителю почтения истины, И великий, Песня, И великий, Песня, И всё исполняет. Заковище благо, И жизнь подателю, Великий, И все веселые, И опчистенный от себя, Отец Небесный, Господь Его, молим-то именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови, это наше собрание братское, чтобы сесть у ног Твоих, святые Господи, даруй приникнуть к Слову Твоему, как к источнику воды живой, текущей в жизнь вечную. Покажи, Господи, вечную жизнь тем, кто действительно достоин ее. Даруй, Господи, всем быть благовестниками, пастырями, всем быть настоящими духовными отцами для своих пособных. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Проблема книгу «Деяния святых апостолов», 13 глава, 38-41. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши. Дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам. Толкование «Смотри, как не договаривает о сущности дела об обитованном семени». Не привел свидетельства, на которые они могли бы полагаться в том, что отпущение грехов совершается через Иисуса. А это не подлежало сомнению. И великого удивления достойно было то, как Израиль, зачисленный в сон детей Божьих и наименованный первородным, «Тот Израиль, ради которого погиб Египет, предается лавилонянам, предается не только мечу их, но даже и плену, и рабству, и возможным страданиям. Дело так и столь величественно, что покажется даже невероятным, если бы кто сообщил вам о нем». То есть здесь пророчество о том, что за распятие Христа будет плен, да? Правильно я понял? Ну, это всегда так было. Можно, да? Да, конечно. Всегда это было, мы считаем, в Ветхом Завете, Господь покажет, особенно во времена судей, как все это. Ходили они там под Еглоном 20 лет, и в этот момент восстал судья Божий Елюй, и как он убил этого Еглона. После этого народ 40 лет жил свободным. Гедеон восстал, после этого 80 лет народ жил свободным. А до этого они, когда начинают грешить, постепенно Господь отнимает свою милость, благодать, и народ порабощения опять у иноземцев. Так и здесь тоже какое-то наказание должно было произойти. Вот читаем жития Иакова, брата Господня, от Иосифа. И там написано, что его назвал народ праведным. И когда его в 42-м году убили, сбросили сначала с крыши храма евреи, думали, что он плохое слово на Иисуса скажет. А он говорит, он же открыл вам путь истины. Ну, и они его сбросили. А этот ткач там один был, он подбежал и грибком от новой станка, в котором ткать, большой, хороший, он ударил Якова и разбил ему голову так, чтобы вытекли мозги. И народ посчитал, говорит, после этого, когда случилось, вот после, во время иудейской восстания, в 70-м году сожгли храм в 71-м, и выселили иудеев. И народ говорил, это нам за праведника сего, за Якова. И то есть, не вспоминая даже Господа, Якова вспомнили, потому что так правильно жил. Но не все узнали о Господе до конца, потому что он необычайно подходил. Поэтому, а что там говорить теперь о Боге? Ну, вот Игнатий Тихонович говорит, что, всегда приводит этот пример, что, когда с иудеями беседовать, то применять это вот вас, Господь, ну, там, рассеивал, ну, не рассеивал раньше, а наказывал. Ну, и там примеры судей приводить, там, и так далее, филистимлян приводить, вот примеры, ну, Верхового Завета. А теперь, говорит, вы две тысячи лет не могли собраться. За что вас Господь так наказал, мог наказать? Только, если вы могли Мессию убить, Сына Божьего. Ну, то есть, это действительно сильное место. Еще кто-то хочет добавить, кто, может быть, имел общение вот с этими евреями, которые вот христианские сейчас, как вот они все-таки же. Написано, остаток спасется. Ну, точно. Что вы видите? Ну, а кто-то. Да, Михаил. Я просто приведу слова пророка Аввакума. Первые глава, пятый стих. То есть, апостол Павел, он это берет, это пророчество, и приводит к ним, евреям, в напоминание. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ну, это вот ты повторил то, что мы сейчас прочитали. Да, я просто повторил, что апостол Павел знал священное писание хорошо, и разговаривая с иудеем, он говорил о том, чтобы они понимали, откуда это все идет. То есть, опирается на священное писание. Ну, а Игорь прав. Две тысячи лет. Вот из книги «Плащ» Иеремии. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительно. Все прославляющие его смотрят на него с презрением, потому что увидели на готу его. И сам он вздыхает и отворачивается назад. Вот. Какое гонение, какие там преследования были в евреях. Все это все сказалось на них. Ну, видишь, тут в чем дело. Вот, допустим, когда Ездра был, и мы там вот «Плача» Иеремии читаем тоже, вот «Ездры», третья глава, где он там постоянно пристает к ангелу, который перед ним предстал, и ему говорит все. А ангел говорит, ну вот, сейчас тебе будет ответ дан, еще попастись. И начинает его. И там потом женщина пристает уже через 20 дней пощения. А он потом смотрит, она начинает ему говорить, это, плачет. Он говорит, что ты так убиваешься? Вот он больше, чем он, сетует. Вот, говорит, сын мой там умер и так далее. Он говорит, а сыне ли твоим сейчас думать? Погляди, все разрушено. Мечом посечены наши юноши. Старцы умерли от голода. Девиц всех в плен забрали. Матери все слепые от слез. А ты тут за сына твоего. И в этот момент раз предстает перед ним картина, как бы преображается женщина, и получается, что это Иерусалим. И Господь ему дает ответ. Вот, говорит, это у тебя ответ. Ты, говорит, все время сетуешь. А ответ-то в твоих словах и находится. Ты, говорит, печалишься только там о чем-то одном. А я, говорит, о всем мире встречаюсь, чтобы все выжили, каждый спасся. А вот как эти слова, вот эти события, деяния, которые происходили в то время, могут какое отношение иметь к нам, к сегодняшним христианам? Мы можем также быть отверженными и плакать о том, что за наши грехи Господь отверг нас или нет. Ведь это тоже может такое же быть. Я хочу сказать немного еще, поэтому хороший вопрос. Дело все в том, что книга «Деяния апостолов» говорит не о том, какие грехи и где. Она говорит о деяниях апостолов. Апостолы вообще не думали о грехах. Они были уже очищены через Слово Божие. И они шли в мир, проповедовали сразу учения, которые они уже приняли, и на котором они были наставлены Господом. Теперь только людям нужно было идти прямо за ними. И как апостол Павел сказал, подражайте мне, как я Христу. Нужно подражать. Вот к чему призывает нас Игнатий Тихонович. Надеюсь, смеются там, поносят его. А нужно просто подражать. Подражать апостолам. Смотреть, кто рядом подражает. Не просто там фукать, нукать, пальцем тыкать, а попробовать пожить, как он. И все сразу на место встанет. А так сейчас грехи перечислять. Вон книжка лежит. Исповедую грехи у батюшки. Вон у Сергея. И книжка вся. По этой книжке, она хоть и хорошая, но по ней ты не научишься Христа любить и проповедовать. Проповедовать ты научился бы от отцов, которые умерли уже и теперь смотря на кончину их жизни, ты подражаешь вере их. А нам кому сейчас подражать? Умирают старые люди. 90 лет, 100 лет. Вот такие бородатые. А они никому не могут передать примера. И вот Игнатий Тихонович, вот ему еще 80 лет, сколько он уже примеры подает с молоденчества, с малолетства, с юношеских лет. Можно было подражать уже тогда. То есть не надо ждать старости. Нужно идти и жить по-христиански. А то, что там будут какие-то грехи, оно само собой выплывет у тебя. Почему? Ты себя приносишь к людям. И теперь ты, это первая корида, 9 глава, 27 стих. И проповедуй другим, чтобы самому не остаться недостойным. Тебе нужно возрастать самому в учении Христовом все время. А оно, как мы знаем, бесконечно возрастать можно. И все равно ты не достигнешь, как апостолы достигли. Потому что нет того уже научения. Теперь мы только через жития святых, через, конечно, слова Божьи первым делом, смотрим и жития святых. То есть вот это и сопоставляем. Как вот Игнатий Тихонович пришел смотреть? Он не пошел к православным. Он к баптистам попал. Кто его туда привел? Не он же сам себя привел туда, как у Воланда там, говорит. Не он же сам себя приходовал к смерти. Его ввел Дух Святой и привел его к баптистам, к пиесятникам привел. Понимаешь? А почему? Если бы было все у православных, он бы его к православным подвел, к Игнатий Тихоновичу. Он бы никогда не поел к сектантам на смерть. Но Господь видел эту веру в человеке православную. Этот стержень великий. Не хватало одного. Кто бы открыл Слово Божие для человека, который был православным? Вот то, что с ним случилось, это единственный человек, который будет на земле. Я это точно говорю. Больше таких не будет. Господь одного выбил, потому что Россия претерпела страшные скорби. И вот он рассказывает свой сон, когда летит, и у него в стихотворении есть крест такой большой, тяжелый. И вот он приземляется и входит в землю. А он сидит на этом кресте и спрашивает, что такое крест? Он спрыгивает, говорит, а он больше роста моего. Такой огромный крест. Железный какой-то. Это говорит крест. И голос. Это крест России. И вот за это, все, что за страдания, которые терпели эти епискоты, монахи, живыми, которые закапывали, прибывали. За все это Господь нам расплатился. Вот дал человеку истинную веру в православие. И теперь, кто найдет ее, это сокровище, кто выкопает эту частицу золота, вот мне это понятно, как золоторискателю. Я знаю, что такое частица золота. Это перемыть горы надо, прежде чем ты найдешь маленькую горошинку. И тогда разрадуется и возрекует. Ну, это мы знаем. Господь говорит, это жемчужина. Пошел человек, продал все, купил эту землю, чтобы эту жемчужину взять. Этот клад найти. Вернее, выкопать уже, взять его. Он знает, что он там. Спасибо, Никита. А что? Здравствуйте. Михаил, говори. Священное Писание, это приводит, то есть, ветхозаветные примеры нам, образы, чтобы мы не повторяли этого греха. То есть, не повторяли тех этих ошибок, которые совершал иудейский народ. И иудейский народ, евреи, то есть, не только иудеи. Когда они принимали Христа, они ошиблись и отвергли его. Не были похотливы на зло, вот до конца. Чтобы не были похотливы на зло. Перенося на нас, на христиан, мы же тоже можем повторить эти ошибки. Но чтобы не повторить, мы должны углубляться в это, чтобы понимать, что они там неправильно сделали. То есть, вот, я еще раз, правден Господь, ибо я не покорил бы Слову Его. То есть, через то, что мы не покорны Слову Божию, мы можем повторить те же самые ошибки, которые совершили евреи, отвергнув Христа. То есть, называясь христианами, мы на словах, а на деле мы можем уже быть не христианами на самом деле. Ну, я хотел сказать, что ты говоришь, можем, а уже есть. Ведь Господь, апостол Павел, Духом Святым говорит нам, уже сюда, современным христианам, чтобы мы не были, где-то водитель ко Христу, ветхий закон был, чтобы мы не были похотливы на зло. То есть, эту похоть на зло мы уже переняли, все. Образы для нас, чтобы мы не были похотливы на зло. Да, образы. То есть, вот, все, что было до нас, Слово Божие показывает, куда мы придем. И мы пришли уже к этому. И об этом хорошо написано у Достоевского, братьев Карамазовых, вот этот самый, как он? А? Да? Ну, все, забыли все. Слово меня покинуло. Ну, братья Карамазовы, инквизитор. Все, вот, как раз это показало. Христос пришел, и куда его отправили? Обратно его отправили в нашем времени уже на казнь. Уже все здесь. Грех. Можно Игнать Тихоновича, чтобы он прокомментировал? Как это, сказал это. Конечно. Просит прокомментировать. Беда-то не сама приходит, а мы делами ее притягиваем. Вот я стал думать, а какие события в мирное время были самые трудные для понимания. И мы вчера заново это прочитали. Вы для себя отметьте. Оно сгодится. Четвертая книга Царс. 22 глава. Ну, начиная там с 8 стиха, а можно сначала считать. Эту главу нельзя считать без слез. Просто вот так вот лицо закроешь и будешь и плакать, и плакать. Ни смерти нету, ни врагов нету. Но обнаружилось такое. Это Израиль. Тут вся загвоздка-то в том, что русские люди, это в лице, конечно, духовных особ, стали провозглашать, что Россия это второй Израиль. Там, как он, Богородицы, Пятый Удел, там все. Ну, ни на чем не основано, никак. Ну, давайте прислушаемся к ним. Я говорю, Израиль. Ну, дескать, Израиль-то благословенно, они Бога избраны, но и Россия Бога избрана. Посмотри, какие у нее территории, какие богатства. Не высказать. Ни в одном народе в мире никогда не было столько всего. И так Израиль-то не этим прославился. Если вы знаете, что Израиль ушел и вернулся из плена, то и мы второй Израиль-то уйдем, не вернемся. У нас ничего в природе этого нет. Если там фараон придумал последнюю казнь убивать детей, то у русских внутри, сами, внутри, каждый сделает за себя фараоном и рвет детей внутри утробы на части. Наше положение аховое. Подсчет показывает, что за 20 лет перестройки в России у убитых 120 миллионов человек. Вдумайтесь в эту цифру. Это большое государство европейское. Нам не надо никого, врагов никаких. Мы сами себя убили. Мы второй Израиль. Ну, теперь смотри, чем Израиль заканчивал, когда грешил. Как мы можем остаться без наказания, если фараону Бог дал столько казней? А тут сами для себя это убийцы. Какие казни еще придумывать-то? Вот они сейчас везде загораются. И с юга, и с запада, и с востока. Мы сами провозгласили себя вторым Израилем. Теперь считайте все казни, кары. Евреи были привязаны к национальным обычаям. Евреи за евреи. Никуда не уходили. Они все с детства научали. Мы даже привыкли, евреи да евреи, подумаешь, жидяра какой. А это не так. Это богоизбранный, дивный народ. У нас же была Паина Соломоновна Королева. И она говорит, а вы знаете, что у евреев за 2000 лет ни одного человека неграмотного не было. А у советских было ликбез, ликвидация безграмотности. Ни одного. Какой бы он ни был слабоумный. Его учат и учат. Они знают, мы призваны руководить не в колхозе, не в городе, не в России, а во всем мире. Весь мир вяжет к нашим ногам. Мы видим, это достигнуто. Это особый народ. Это особая закваска. Зачем нам пристраиваться под него? У нас ничего нет. Если назвать главных 10 основных качеств, о чем Михалков говорит в фильме 12, ну там он в разброс говорит, то у русских-то ни одного качества нет. Он с чем русский человек отличается? Расхлябанностью, рубаха парня, рвануло ее на груди, пьянство, ну и все остальное. Беспечность. Обязательно нужно взять его, зажать, в плен увезти в Германии, а теперь будет там русский швайн арбитет райн, русская свинья работает хорошо. Почему? Вот тут он понял, дальше уже нельзя играть. И теперь работает и выходит на первое место. Лучше итальянцев, французов, англичан. И немец сразу подметил, русская свинья как работает. Швайн арбитет райн. Чисто. Так вот, в этих словах надо увидеть. А что 22 глава 4 книги Сарс? Краткая история такая. Страна верующая. Редкий царь Иосия. После него больше не было таких царей. Это настоящий был хороший царь. Но оказывается, в этой главе узнают, что во всей стране ни в храме, нигде не было закона Слова Божия. Ни одного. И они деньги собирали, клали там ящики большие, а потом выбирали. Но выбирали-то, по углам заметали-то, что-то там мешает. Стали скрести, свиток лежит. Вот в фильме Иеремия показано, как такое же нашли. И они с этим свитком к царю просчитали. Царь в ужас пришел, разорвал одежды. Что мы делаем? А вопрос, как они верили тогда? Да это же Россия. Тысяча лет и Библии в руки не давали. Чем угодно занимались. Подвиги совершали в пустыню, в дупло залезут, на Соловки. Сами там секирку придумали. Вот туда теперь пойдут, на эту секирку будут рубить голову попам, митрополитам. Почти 200 епископов убито было. Доигрались. Не было, Слова Божия, ни одного. Ни у кого. Никто не знал. И только Алдама там была, пророщество, она сказала, что вы нашли сказано, вот это горе придет. Но царю было сказано, ты умрешь. Тебя это не достигнет, раньше умрешь. Однажды он безрассудно с царь Неха ушел, этот фараон, через его государство, чтобы пересечь на другое-то. А он вышел с войсками, он говорит, зачем ты лезешь-то? Я пошел того царя наказать-то, а я буду воевать. Ему 39 лет всего было-то. Ну и он сразу, войска-то его кинулись, убили и все. Ну весь народ рыдал. В этой главе говорится, что он сделал. Если мы думаем, мы Израиль, это нас ждет. У нас нету Иосифа такого царя, нету его. Нету. В Вавилоне мы оттуда не принесем. Они же из Вавилона принесли синагогу. Понятие учить. Школа учебная. Это их не было нигде, про них в Библии не написано. Это из Вавилона. Они работали, они ждали, они переписывали. Русские в плену ассимилируются, ассимилируются и все теряют. В Японии он почти как японец будет. А в Германии, а где? От Иофета дети с европейским лицом. Ты их не узнаешь уже через второе поколение. Язык забытый и прочее. Вот надо что думать. В этой главе, если понимать, как нас учили, то здесь большое пророчество о великом и страшном испытании нашему народу. И вот эту главу дома прочитайте, сейчас это не время. Я не могу ее читать. У меня в горле ком становится. Что сделали с народом? Ни у царя, ни у священника, ни у первосвященника ни одного Евангелия нету. Ни у кого нету. Ведь это сказать даже нельзя. Я долго думал, ну почему русский народ не переводили-то раньше, 1876 год. И наконец нашел там у одного митрополита. Они царю сделали докладную и сказали, царь, переводить нельзя. Там Александр Второй, кажется, был. Нельзя. Если Евангелие народ получит, в стране будет революция. Так и ахнул. А потом стал думать, да действительно так. Куда вели? Чем занимались? Кого отпевали? Что мы сделали с народом-то? Народ-то глаза откроется. Ну куда народ? Ну народ пошел в штунду. Тут они назывались штундисты. Штунда сейчас. Занятие сейчас. А у русских штунды не было. Мы хорошие, мы пьяные. Вот я это и хотел сказать. Это вот как бы за гранью. А ты немножко не сказал там об моем сне, что крест выше роста. Это лежа, когда его так повернуть. Он как ферма у массажа дорожного. Крест железный. Длина его метров 200. И он вот так вот летит. А если крест во сне видел, это на 100% от Бога. Это Иоанн Касьян говорит об этом. И он крест летит восьмиконечно. А я сзади креста сижу и вижу место. Когда я освободился, пошел на то место посмотреть. Он как лег на землю. Ну там тысячи, может быть тысячи две тонн в нем. И он так проборозил. Я соскочил. И он плашмя лежит. И плашмя он мне примерно вот так вот. Это такая ферма двутавры. А когда летел, он спросил, Господи, а что это означает? Это страдание России. И, Господи, а почему я один? Ты в числе первых пойдешь. И тут дальше все начало раскрываться какая картина. Это Бог делает. Это Бог. И тут же показано, как меня будут арестовывать. Как психиатрии меня будут мучить. Что будет. И все это получилось так, как есть. И как я жаждал причаститься. А священник, его имя могу назвать Борис Пивоваров. Новосибирский в Академгородке. Он вот так, как большой стол, накрытый красным кумачом. И попы тут сидят, прям там, где мы ягоды берем в лесу. Я показываю, помираю. Мне причаститься надо. А он согнулся. Вот тебе, вот. А не при счастье. Вот это все дальше начало исполняться. Вот как Бог предупреждает. Это страдание России. Страшное, невыносимое. И оно уже рядом, рядом. Считайте 17-18 главу Откровения Иоанна Богослова. Отошел. Игнатий Ильич, это при Николае Первом было, когда библейское общество думали закрыть, и в конце концов закрыли. Тоже попыток подавали апелляции. Даже царь не мог еще сдвинуть. А что, это от масонов идет, масоны. Да, 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 да. 30 лет реакция была. Не допускали. Но потом уже, через 30 лет только опять возобновили перевод. Гоняли за переводом. Гробили всех, как его Павский, Терасим Петрович. Вот это считаешь, что он в 22 главу 4 книга царств. Это мы. Это про нас. Ну, то есть, то, что брат Михаил сказал, это все уже пришло, брат. Вот Игнатий Тихонович раскрывает подробности, одни из самых глубоких подробностей. А что там еще дальше, просто лучше не притрагиваться пока. Будем дальше идти. Вячеслав, читайте следующую часть. Меня слышно? Да, хорошо. Хорошо. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти. И противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнавой с дерзновением сказали, «Вам первым надвижало быть проповеданно Слово Божие. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедовал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предустановлены к вечной жизни. Предуставлены к вечной жизни. Толкование. Ты видел мудрую сообразительность Павла. Чтобы привязать и расположить к себе язычников, а также чтобы сообщением им всего вдруг не рассеять их внимания, он высказал сначала несколько намеков и не разрешил их. И этим вызвал в язычниках желание послушать его в другой раз. Сказал, что возвещается вам оставление грехов. А как совершиться это оставление, не объяснил. Не крестил же их тотчас, потому что это было неблаговременно. Столь велика нетерпимость зависти. Это уже о другом, наверное. Столь велика нетерпимость зависти. Многие совершенно изнемогают и умирают от того, что видят других в чести. А такого рода люди не способны противиться не только человеку, но и воле Божией. Не говорит «оставляем вас», но выражается так, что допускает возможность своего возвращения в Антиохию. Итак, род Господень в сущности есть весь вообще род человеческий, но Израиль есть особенно близкий род его. «И так, как он пришел к Израилю, а прочие народы просвечил через апостолов, язычников озарю через тебя просвещением и дарую всем спасение, потому что это именно означается словами «до концов земли». «И положу конец договорам, сделанным от самых». Слово «завет» объясняется многими как договор, условия. Хотя они предназначены или предопределены были в жизнь вечную по предведению, но уверовали по собственному желанию, по собственной воле. Предведение же Божие не уничтожает свободы нашей воли. Павел стал им не вдруг в порождении и не в юности, но спустя довольно времени, когда у него составилось понятие о своем значении и о своих доблестях. Вот у меня вопрос есть. Вот о Слове Божьем сказал, говорит, Слово Божие. Ну и все это у Иудеи и там были. Вот апостол, он из Ветхого Завета говорил, или только Господни слова Иисуса Христа говорил, как уже имеющие силу эти слова? Или и то, и другое как-то разбавлял, как мы сегодня пытаемся делать? Говори, Михаил. Я думаю, что он обязательно опирался на Слово Божие, на Священное Писание, которое было уже написано, которое было известно евреям. Ну и определял эти события, которые произошли вот эти последние годы. То есть приход Иисуса Христа, Его распятие, смерть и воскресение. Он это доказывал из Священного Писания, чтобы привести евреев к пониманию того, что произошло. И вот поэтому он говорит, что Слово Божие говорит. И они отвергли Слово Божие. То есть, приводя пример слова из Священного Писания, как Слово Божие, они это не поверили и отвергли все это. Хотя они были научены там, и синагоги у них были и так далее. Ну вот Евангелие от Матфея. Матфея вот писал и приводил очень, там сколько получается, где-то около 60 мест Ветхого Завета, Священного Писания. Евангелие от Матфея. То есть, Господь постоянно приводит, вот Ветхий Завет приводит. Вот надо ли было еще рассказывать о Ветхом Завете? Вот Игнат Тихонович, он любит Слово Божие, поэтому он начинает, допустим, рассказывать, и на чем-то остановился таком, то, что редко бывает, и Новый Завет. И он начинает это рассказывать, и вкратце рассказывает, чтобы люди понимали. Вот это так же проходило или нет? Так я и не понял. Как ты думаешь? Именно вот в этом месте, вот в проповеди? Ну, я думаю, что похоже. Так. А ты как думаешь? Ну, у меня к тому я веду, что вот люди, люди, самое главное, нету рождения свыше сейчас. Почему его нету, рождения свыше? Потому что рождение свыше должно быть от Господа Иисуса Христа. Ну, почему люди не принимают Евангелие в чистоте? А ты представляешь, если им еще Ветхий Завет сейчас рассказывать? Куда они уйдут вообще? Когда они до Христа дойдут? Вот это-то и плохо, что они не знают этого. Так это правильно. Не опираются на Ветхий Завет. И не видят его, как то, что он... Действительно, это Слово Божие. Это без... Ну, как Новый Завет без Ветхого Завета? Ну, вот я видел одно там такое, как бы, благовестие, или как, не помню, занятие. Сидит священник прямо в храме, и народ вот так сидит по лавочкам, и он читает книгу «Премудрости» Соломоновых. Просто сидит ее, народу читает. Народ сидит, слушает это. Он не приводит ни комментариев, ничего. Вот, просто читает ее, читает, читает, подряд читает. Достигнет он когда-нибудь чего-нибудь этим, или не достигнет этот священник, если так будет учить народ? Как правильно учить народ, чтобы народ родился свыше, наконец-то? Я предлагаю, что лучшее учение, вот как Игнатий Тихонович его преподносил, просто нету. Если ты не успел узнать Ветхий Завет, прочитать, нужно тебя заинтересовать. Но основной упор делать на слова Господа Иисуса Христа, и главное, в сегодняшней нашей православной истории это проводить. Вот в сегодняшней, не когда-то там эта история будет, ее будешь повторять. Но вот что сегодня? Он как, Игнатий Тихонович, говорит о крещении. Постоянно говорил нам о крещении, о рождении свыше на своих занятиях. И все время приводил примеры сегодняшней жизни. И это было доступно и понятно. Вот сейчас у нас с Игорем Третьяковым вышла там перепалка. Почему? Я считаю, что я ему сказал, что он уходит от реальности жизни. Он мне говорит, сейчас в православии идет потепление. Я говорю, потепление должно на делах основываться. Дел-то никаких нету, которые приводили бы человека к рождению свыше. Он говорит, нет, есть. Я говорю, какие? Он говорит, изучение Библии. И вот как раз мы сейчас читаем, изучают они Библию. Они даже не изучают, они уже знают Библию. Но они не знают слова Иисуса Христа, эти евреи. А язычники вообще ничего не знают. И вот теперь апостолу нужно выбирать метод. Каким метод языком он с ними будет разговаривать, чтобы привести их к рождению свыше. Ему не надо им историю вкладывать. Как вот Игорь начинает там историю там рассказывать уже. Какие платья там были при Петре Первом. Молодец, надо все знать. Но как для рождения свыше, что нужно конкретно сказать? Как вот спросили, вопрос задали этому Смирнову. Что бы вы сказали человеку на улице? У вас есть не больше пяти минут. Такого вот, что нужно для того, чтобы показать ваше отношение к религии, все там о спасении, ну так этот журналист говорит. И вот Смирнов там отвечает свое. А что бы ответил ты? Апостол Павел, у него ариопак, он стоит, беседует, заинтересовывает людей. И там мало кого заинтересовал, кстати. Ну заинтересовал, люди кое-что поняли, двое. Потом это развилось, целая община стала, афинская. Знаешь, у меня нет? О чем я говорю? Задаю вопрос, о чем? Глубину вопроса понимаешь или ничего тебе не надо этого ответить? Не? Ну не знаю, я что. Тебе, не тебе. Главное для человека что? Жизнь и самая страшная смерть. Вот я думаю, что надо как раз подводить его к тому, что жизнь и смерть об этом говорить. И почему Христос о Христе нас спасает таким образом? Вот можно еще. Гляди, вот апостол, апостол, когда проповедует, кое-что, говорит, он утаивает от язычников. Как бы вскользь, вскользь говорит. Ну не утаивает он. А он говорит специально, чтобы они заинтересовались. Чем можно сейчас заинтересовать русский народ, если вот так вот раз и притаить немножко? Ну как бы недосказать. Как бы намекнуть ему, чтобы он заинтересовался. Ага, допустим, а если кто хочет покушать, то здесь этого много, к примеру. Заинтересуется он или нет? Чтобы хоть вопрос задать, как вот это сделал Самарянка у колодца. Русский народ, вот мы сейчас стояли и читали уже Евангелие. Вот стоим просто, берем и, ну, с выражением, читаем Евангелие громко, читаем Евангелие. Ну и ничего, никто не подходит. Никому ничего не интересно. Мы прочитали по главе из каждого. Ну, от Луки только не прочитали. А так и Матфея две главы, три главы прочитали, или четыре даже. Ты дочитал четверку? Потом еще я раз главу первую прочитал. Володя прочитал от Иоанна. Никита прочитал от Марковского. Народ не подходит, не интересуется, хотя так слышимость нормальная. Людей ходит в море, вот магазин, туда-сюда вот так вот все подряд бегают. Никто не интересуется. Ветхий завет читать, так это вообще будет глупо. А это Слово Божие. У всех есть это моменты, когда, вот я слушал сегодня Игнат Тихоновича, он там беседовал с человеком, с Украины. Он рассказывал о встрече со Христом. Вот были моменты, когда встреча со Христом могла бы состояться. И он стучал в дверь. Но ты его не впустил. Почему не впустил? Ну, какие-то причины у тебя. Вот так же и с народом, и с русским. У него был благоприятный момент, чтобы Христа принять. Но они приняли то, что ты знаешь, это византийская там, это обрядовая вера. И поэтому по этой линии идет все до сегодняшнего дня. И они укрепились в этом, и сейчас это не отходит от этого. То есть заинтересовать можно, но только отдельных личностей, я думаю. Вот кто-то отдельно из народа могут прийти. Меньшинство, меньшая часть. Но весь народ сейчас уже навряд ли чем-то заинтересуешь. Встреча со Христом уже должна была произойти. И Христос приходил, и стучал, но его в семнадцатом году и полностью отверг народ. То есть мы упустили этот момент. Упустили. Ну ладно, хоть мы там что-то упустили момент. Мы, вот сейчас, это единица, ты считаешь себя единицей этой, которая приняла Христа в сердце свое. Мы должны все равно идти и говорить. Ветхий Завет, Новый Завет, Библия называть, Священное Писание, Евангелие. Мы должны идти и говорить людям. Читать это, проповедовать своими словами, благовестовывать, раздавать вот наши сайты, давать вот это, ну, чтобы люди выходили, слушали беседы и так далее, прям живое слово. То есть все это нам нужно делать для нашего с тобой укрепления, а не для людей уже. Потому что люди себя уже проявили. Там каждый уже будет выбирать, что ему надо. Не только для этого. Апостолы себя называли свидетелями. Они видели и свидетельствовали о том, что их глаза видели, и уши слышали. Что они видели и смерть, и воскресение Христова. А вот сегодняшний христианин, как ты, допустим, или Сергей Попух, они этого не видели. Но они могут свидетельствовать о чем? О том, что они родились, и что жизнь у них изменилась, они переменились, они были такими, а сейчас совсем другие стали. То есть это полное изменение не внешнего вида, а сущностей человечества. Это перерождение, это рождение свыше, это воскресение из мертвых. Вот в этом мертвом теле это первое воскресение из мертвых. И мы можем об этом свидетельствовать и говорить. И показывать на свою прошлую жизнь, говоря, что мы жили во грехе. И сегодняшнюю жизнь, в которой мы живем. Вот мы тоже являемся свидетелями, хотя не такими, как апостолы. Но мы тоже являемся свидетелями воскресения. В воскресении и в самих себе мы это можем засвидетельствовать. Что с нами произошло, это изменение. И действительно, и не только для того, чтобы укрепляться самим, но и исполнить заповедь Христову, идти и благовествовать. Мы послушание должны еще нести. Ну, я хотел сказать, что, ну, конечно, изменения там и так далее, но это все после того, как человек обратится и будет в какой-то группе уже. А когда ты идешь, то о себе не надо много там разговаривать. Ну, если вопросы будут, понятно. А так ты должен говорить именно о Христе. Нести словом Евангелие. Конкретно. Только Евангелие. Тут не надо говорить о себе, если ты говоришь так. Но все равно дела твои будут свидетельствовать о том, что ты изменился. Ну, если брать вот жития святых, вот деяния святых апостолов, то, ну да, видели их, когда, когда они уже верующие были и уже шли и им не об этом было вообще речь. Изменились они, не изменились, как вот этот, который Яковлев был. Говорит, а ты материшься? А он, я не помню, мне зачем это нужно уже. Все. Человек бросил сразу. Или как вот у нас брат Николай говорит, вышел, раз в карман полез после занятия Игнатих Игнатьевича, первое занятие, в карман полез, сигареты, я вытащил их, у меня сигареты, и все, и все, и больше никогда не курил. Он даже удивился, говорит, как так? А вот проповедь подействовал. Все. И пошел другим человеком. Все. Что теперь там дальше кому-то рассказывать? Ну, кому-то надо. Игнать Игнатьевич там вот целый тон там составил, там очень много страниц, как обращались люди, это понятно. Но когда ты идешь, благорестуешь другим людям, вот когда у Игнать Игнатьевича были занятия, это одно, он очень много рассказывал о себе. Ну, ну почему? Потому что была заинтересованность людей. Они хотели до конца, до донышка, как говорится, измениться. И смотря на Игнать Игнатьевича, они видели этот пример. Это я говорю по себе. Все было интересно. И поэтому о других тоже начинали говорить. Почему? Ну, сравнивали как бы вот такой подход, такой подход изменения, как должно быть. А к чему это все шло, вело? к тому, чтобы выйти на благовестие, чтобы так же бесстрашно, без тени сомнений выйти и говорить о Христе. Но оказывается, к этому качеству еще надо. Как сказал в интервью Игнать Тихоновичу Александр Мень, говорит, а хорошо, что, говорит, батюшек наших сейчас не пускают на радио. А то такого бы, говорит, петуха там задвинули. То есть, надо еще сказать так, чтобы это было вот у нас сестра. такая, кажется, ну, как бы, не может сказать толково ничего. Лена Политыкина. А далее интервью, далее сказать интервью по радио, и она вопросы задает, интерьер, и она так отвечает, и все время, ну, мой любящий Господь, мой любящий отец Бог, все время так вот и рассказывает, и получилась такая прекрасная передача. То есть, вот это нужно в себе найти. А дальше там уже тебе будут вопросы задавать, ответишь. Человека не собой надо заинтересовать. С собой-то это, ну, нужно заинтересовать его личностью Христа. Я не могу воскрешать. А тут целая Евангелие, целая книга написана о человеке, который не человек, а Бог, Бога-человек. Игорь Павлович, проси Игнать Тихоновича, что прокомментировал. Игнать Тихонович, прокомментируйте. Скажите, а что именно? На вопрос Игоря. Как благовествовать, вопрос, надо ли Ветхий Завет людям преподавать, или сразу с нового начинать, или методика какая. он спросил, тут же ответил, что ваша методика, она плодоносная. Я родил вас, печать моего апостола, славой в Господе. Ну, надо так же брать, и мы подражаем, и а как иначе. А вот на улице, на улице, там другой вопрос. Тут мне тоже недавно письмо прислали, я говорю, смотрю ваши ролики уже давно, и сердце болит от того, что людям вот, ну, не надо это. То есть, мы предлагаем, как бы, получается, как вот сектанты, навязываемся, а они мимо проходят, все руками машут, и говорит, и вы, говорит, посмотрите, как это делает какого-то американского, там, додала сектанта и ролик, и он тоже методику свою, я думаю, ну, посмотрю, посмотрел, но вижу, что неправославный он, но, однако, что-то для себя можно взять. Вот. Он учит, надо, говорит, человека заинтересовать вопросом. Ну, и какой вопрос первый задать человеку-то? На улице подойдешь, что-то, как пройти в библиотеку спорить? Да. Ну, что, что, как завести разговор? И он предлагает такой вопрос. А вы воспитывались в верующей семье? Это человек и не обидит, и не оттолкнет, и он, если ответит да, то да, если нет, то нет, и дальше уже разговор продолжается, и потом уже... А если сразу, как вот, мы вот, допустим, стоим и начинаем Евангелие от Матфея, тот родил того-то, тот родил того-то, ну, по-понятному, да и это тоже может, конечно, заинтересовать, но... Не интересует. Но не интересует, однако. Игнать Тихонеч, научите нас бестолково. Как учить? Вот понимаешь, у нас все учат, а здесь научение от Бога. Я от самого Господа, говорит, это принял. Вот сегодня учат они семинарии, заканчивают, и он из этого трапоретной линейки не может никуда вывернуться. Он глазами видит, а ничего не понимает, потому что ему урок надо сдать. Вот к нам приходил Суртаев Владимир, он священником был в Кытманово, село Кытманово, районное. Ну и там и поделили имущество церковное, церковники подали в суд, его посадили и, кажется, шесть лет дали. Круто так. Ну а я его там посещал в тюрьме, беседовал с ним. Ну а потом уже, когда он уже освободился, я помогал ему, сестра его стала ходить на занятия, пришлось ходатайствовать перед прокуратурой в Москве. Но дело-то вот в чем. Когда он стал ходить, у нас в общине молиться, мы ему напомнили тогда, а ты помнишь, как ты людей натравливал против нас? Ты говорил им, что у нас икон нету, и мы не любим иконы, и мы баптисты. Говорил. А ты говорил, что мы Богородицу не почитаем, а он здоровый, такой крепкий мужик-то. Говорил. А зачем же ты говорил, когда неправда? А затем, чтобы к вам никто не ходил? И после этого в алтаре поднимает руки перед престолом, так он же не один. Это 99% такие. На меня вчера, сегодня, смещенники выходят, патриархиные. И он ничего не знает, видно, до 30 лет рукоположен, молоденький совсем, мальчишка. И он начинает брать мои там где-то, ну, ролик мне выставила, Юля, прямо на форум. Я бы с ним поговорил где-то, но и говорить-то, кажется, не о чем. Он ничего не знает. Вот берет мой стих и говорит, Игнатий Лапкин говорит, что монашество не имеет обоснования на страницах Евангелия. Как не имеет? А вот теперь-то жития такое-то, он не знает, даже жития и Библию не отличает. А Тимофеев ученик уже опыт имеет большой, и он снова напоминает вникай. Вникай, то есть тщательно присматривайся, задумывайся в себя и в учение. И все время надо сравнивать каждый день по Слову Божию или нет, в себя и в учение, не в себя и в жития, не в себя и в каноны, а в себя и в учение, в Библию. А тогда уже каноны жития святых к этому приложат для разъяснения, но не противоречия. И вот они нападают на меня, даже говорить не знают, что он совсем Писания не знает. Да любую фразу, которую он обмозговывает против меня, говорит он, как против монашества, это все равно, что против церкви, видите, какой ход рассуждения. Монашество и церковь, он как будто никого в церкви нет. Он против церкви говорит, так кому церковь не мать, Бог не отец, ему это учили. Понимаешь, его учили этом, у него там ямка в мозгах, туда закатывается шарик и выскочить не может. Вы знаете, как на нас говорили. Почему? Он учился в семинаре, вот это сегодня семинаре, а она не на пути, как бык перед прокуратурой стоит, и кому он в подарок пойдет. Он не понимает. Его учили, что баптисты икон не имеют. И это правильно. Но меня он зачислил в баптисты, ему теперь надо доказать, что икон нету, иначе я не баптист. Вот она пришла у нас, посмотрела, говорит, а у них икон столько, я говорю, да большие, хорошие, старинные, а это не ради вас повесили. У него одна ямка, он теперь все загоняет туда. Он изначально сделал постулат такой, что мы баптисты. Все. А у них епископа нет. Он приехал, она пришла у нас, как раз и тихий приехал. Но тот, кто ее посылает, учитель-то, учитель Израилев-то, он говорит, ему надо доказать, что нет епископа, раз мы баптисты-то. Если бы он не сказал, что мы баптисты, он бы принимал все, но ему все время долбить, что мы баптисты. Он говорит, какой епископ-то приехал-то? Ну, епископ, ну, ладно. Так они его, когда он отслужит, они его палками гонят, пока за деревней не выгонят. Ну, какой тут, зомбировать или что-то надо? Какие слова-то придумывают? Я все время это встречаю и удивляюсь долготерпению Божию. Россия погибла, как в войне и миру Толстого. Он уже, Наполеон Рядом, он говорит, погибла Россия, погибла князь. И сегодня, кто учителя? Чему они учат? И он рассуждает, монашество я отрицаю, я его не отрицаю, наоборот, я за монашество. То есть быть одному, но без всяких обетов. И чтобы не сидели за мандрой, за стеной, а шли и проповедовали. А он даже из церкви, а церковь, понимать, начну, отец Игнатий, еретикой, псевдоправославный, лжемиссионер, лжепроповедник, он слово лже, везде давит, а никого нет, он собственной тенью, хорохорится перед своей тенью. Но когда встретимся, если тут бы встретились, ну, две минуты, от него ничего и не будет, говорится, по стенке его. Он совершенно неверующий. Но он знает, за ним система, система патриархии. Она своих никогда не выдает. Задавил человека Петрозаводский. И сделал все это, которое видео снимало, все исчезло и сделало. Он пьяный был, заказано было и сделало, все исчезло. То есть идут на самое тяжкое, чтобы оправдать. Гомосексуалист, с одного места епископа перекинули, этот ник, он уже в Владивостоке, из Псово-Печерской лавры. Ты выйди из этого рабства. Это система лжи. А какой вы юрисдикцы? Какой юрисдикцы? Юрисдикцы, понимаешь, слово это. Стоит ли давать подать кесарь? Почему Христос не ответил? А вы сначала ответьте. Я на его крещение был оттуда, я им отвечаю. Вы мне сначала ответьте. Кто патриархию образовал? А потом я скажу, что за юрисдикцы у нас. Вы же никуда не выверните с 43-го года сентября. Сталин и Берия. Вот кто родоначальники патриархии. Чего вы скрываете-то это? А теперь подумайте, как избавиться от всего ненужного и выправить положение. Я не его упрек говорю, а именно вот так. Вам не слышно, наверное? Слышно. Слышно. Вот что нужно в себя и в учение. И тогда ты с кем разговаривать будешь, Бог положит, что положить. Этому научить нельзя. Совершенно. Вот приходит человек до того гневливый, матерится, а я начинаю ему проповедовать. А у меня рядом близкий человек. Я говорю, так он совсем не принимает. Я не могу сказать. А как ты узнал? Понятия не имею. Благодать Божия. Она мне открывает, что сейчас с ним будет. А он курит стоит, выпивший, и бутылку в руке держит. Ну, еще не знаю. Я продолжаю говорить. Он вдруг как трезвый сделался. Эта бутылка бьет по пасынку, по бетонному. Папиросы бросает, больше в рот не берут. Бог показывает и тянет. Другого привели, а он родственник ей близкий-то. Как говорится, отец. Он как в столярке работа, она вот так с этим бруском и принесла. Ну, и говори ему. А я посмотрел на него, голову опустил. И он постоял, постоял, вышел. А что ты ничего не сказал? Не знаю. Самые скованы. Это надо молиться, Бог открывает. Этому нельзя научиться. Это только Бог делает. Человек заходит, а ты не спрашиваешь, начинаешь отвечать на его вопросы. А ты гипноз. Турь твоя гипноз. Апостол Павел это говорит. Он открывает. Я говорю, вот апостол Павел, за что запретил в 16 главе, там одна была провидица такая, дух у ней был, который открывал. Зачем он запретил? Она же говорила, сие человеки возвещают нам путь спасения. Лучшего помощника не найти было. А он ее сразу в черный список занес, и все. Я говорю, у меня на днях такое же. Он начал такие хвалы мне говорить, хвалить меня. Я сказал, предупредите его. Он не понимает, пришел в черный список занести. Такие диперамбы поет. Хвалящее говорит, с раннего утра будь сочтен за злословищего. Вы меня не поминайте лучше нигде. Не надо про меня поминать говорить. Я просто вам говорю, вникай в себя и в учение. К этому надо приучить человека, чтобы он все время как в зеркало смотрелся. Слава Божие! И тогда мы придем к единению. Бог дал слово свое. Вот его конституция. Вот его мандат, обещание взять тебя в рай, если, если. Начинать, конечно, надо близко к смерти. А страха Божия. Ну, надо знать, как сказать. Как рассказывает один. Поехал в лес, говорит, пошел в лес. А там, говорит, один на телеге едет, он говорит, подвези меня. И думает, сейчас начну ему проповедовать. Ну, еще сказать не знает. Ну, потом его спрашивают, ты к смерти-то готов? Думает, посадил себе попутчика. Он разворачивается, его как дал по морю, он упал, а тот лошадь понужил, да скорее там встал. Слава тебе, Господи! Первый раз проповедь была у меня, и первый раз я пострадал. Кровь-то вытирается с соплями. Ну, надо же маленько глядеть, слушает, не слушает. К смерти готов. Ну, он-то думает, уже смерть-то от него. Вот надо маленько приглядываться и все время работать. У тебя есть кошка, проповедуй кошке, собака из собаки проповедуй. Ну, Сперджин-Чарльз проповедовал ложки. Ему вечером на проповедь, он ложки поставил на подоконник, а за окном там пьяницы сидят, и он говорит, вот я смотрю на вас, вы нисколько не изменяетесь, вы ничего не умеете отдавать, все тянете до себе в рот, в рот, а те выпивать сели-то, и один щешет дотылок, вот это, главное не видно, а стекло-то, а голос слышно, как он все знает. И он пришел, их трое было, но один обратился к Богу, а он ложком говорил-то, не человеку. Вот как. Это Бог так делает. И он к месту говорит. Мазай у них был, у паписов один. Он, что бы ни говорил, у него к месту. Едет с одним там, с богатым, на Тащанке, по лесу-то. И он говорит, я тебе говорю, а у вас только одно, как меня уязвить, я же неграмотный-то. Вот так повернулся в сторону-то, а на пне, прямо рядом, змея на солнышке пригрелась, и он говорит, вот как эта змея на пне? Вот повернул голову-то, и правда змея на пне лежит. Вот примеры, и все, Бог сконструирует так. Ты когда Богу доверяешься, а для этого молиться надо, семикратно в день. И Бог откроет двери. Чудо Божье совершится. Новая душа найдена будет. А кому как сказать? Не знаю. Следователю одно будешь говорить, начальнику тюрьмы другое. К сокамерникам третье. Жене Бог открывает. А я вот изберу тему, буду говорить. Иоанн Златоус избрал, написал, шел. Увидел, больные сидят там, культяпка одна. Он сразу переменил и стал говорить о больных, о покинутых. То есть, надо быть мобильным, быстро менять тактику. Смотреть. Вот тогда это будет миссионер. Они просто друг друга грызут, нападают, им отвечать нечего, я вижу он никакой. Вот так. Отошел. Вопросы задавайте, пожалуйста. давайте. Сейчас прошел уже 4-5 минут уже на второй час. Говорите, кому что. Молчат. Молчат. Вячеслав поднимал руку. Мне интересно, вчера мне Юля, и она здесь, наверное, забросила материал про Варвару великомущенницу, вчера ее день был. А я там начитываю с сайта, с сайта снято, мой голос, и как они оформили, я не знаю, ролик настоящий. До того мне понравилось. Там Варвара, и она приближается, восстанавливается. А я по Дмитрию Гостовскому начитывал все «Жития 12 томов». И она выставляет, молодец такая. Ну, это чувствительно, прямо трогает. Юль, выкини сюда в чат, чтобы мы тоже посмотрели. Это Гавриил сделал видео, я только аудио. Ну, хорошо, мне понравилось. Так там можно и другие делать. Посмотрите. он будет по возможности делать. Я ему аудио буду давать, а он видео издал. Я посмотрел, ох, хорошо, доходчиво. Ну, конечно. скинь сюда ссылку. Так. Слышишь? Сейчас, да, я слышу. Спасибо, Респондент. Задавайте вопросы. Я вам скажу, запишите, что за... Это... Если вас арестуют или будут вас поносить, что считать нужно? Это у меня сегодняшняя наработка, но она не сегодняшняя. Второе Коринчином, 4-2. Просчитай, кто. Это у меня голуби тут воркают. Слышно, нет? Слышно. Но отвергнув скрытые, скрытные и постыдные дела... Ну, давайте, 2 Коринфян 4,2. Просчитайте. Михаил читает. Но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не скажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Вот так. И еще одно место просчитай. Это когда вас будут судить, вот как на меня сейчас активно такая там команда составилась, еще больше там подключают и священников, и епископов против меня. А ничего и нету. Это Екклесиаст, 12-14. Чем больше они крещат, тем полезнее. Большая награда. Екклесиаст, 12-14. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Вот Господь разберет, что касается сегодня худо, Господь сделает, оно будет хорошо. И наоборот. Во мраке оно все искажено. А когда свет Божий начнется, тогда по-другому. Почему он делал, чего хотел этим достичь, или просто прославлять Христа. Это сегодня за кадром. Надо просто научиться этими категориями священного писания мыслить. Вот я сказал, дома полностью прочтите, внимательно, внимательно. 4-я царств, 22-я глава, о чем я говорил. Внимательно. И себя туда введите в эту обстановку. И вы увидите, эта речь идет о России. Слово Божие полностью было от народа спрятано, умышленно. Там у Израиля случай такой был, а здесь так, как когда издавать стали на русском языке Евангелие, а продавать только в храмах, книга-то дорогая была в то время, дороже, там, допустим, копеек 20, а штунда-то узнали, а им не продают, он подходит, а сколько 20, а я тебе 50 дам, тут сразу отдал. Эти Евангелия, это изданы Новый Завет, они, Новый Завет, а они буквально через месяц перекочевали уже это от православным к другим, кто любит. Сохранилось это дореволюционно, я ее в руках держал. По нему меня Бог нашел. Я был у баптистов, я у баптистов еще был, дом их в баптистке зашел, а меня пригласил один, и он дал мне Слово Божие. У меня почва-то была готова, я везде вырезал, по одной буквы искал. Душа моя отклик искала на Божьи слова, я их не знал. И когда стал считать, мне никто ничего не говорил, просто положили книгу на стол, зашли там минут через 15, там может быть, я уже готовый был. Все, встал на молитву и встал другой. Это предисловие уже, преамбула, где Господь готовит душу. Я вот такое ищу в детях, как начальник детского лагеря. Внимательно смотрю, есть в ребенке это или нет. Это избрание. Кто предуставлен, сейчас прочитали. Он не предуставлен, нет, он может быть священником, крестами, епископ обвешивается, а он не предуставлен. Говоришь, он мирской, плотской. Ну, ему помогали, там деньги и прочее. Все боится, трусит, трусливых ни одного в районе не будет. Вот это надо сразу людям говорить. Ты не должен нигде уступать. Они завистью, исполнились завистью, про Павла считали. Они завистники. Они сами не могут, ну и не хотят, чтобы никто этого не мог и не знал. Зависть. А зависть это черная, ядовитая зависть. А завида это нечему, просто свободе. А свобода это дар Божий. Сохрани ее. Сохрани. И Господь выведет тебя, говорит, перед своей лучей. Вопросы? Можно политико-религиозный вопрос Игнатий Иванович вам задать? Ну вот, по сравнению с тем годом, вот этот год, он не такой насыщенный в религиозном плане для нас. Тот год как-то, вот то, что Максим был там потеряевки перед своим отъездом, потом Сергий вдруг тут неожиданно попал. Потом вот это, Олег этот пригласил, вот ездили с благовестием в священник. А этот год как-то постромнее у нас идет, никто не обращается. Ну, братья, правда, в семинарию ходят учиться. Это да, тоже как бы такая веха знаменательная для нас. Как вы считаете, вот это какая-то подготовка идет к чему-то специально или наша жизнь катится как снежный ком забирая там все подряд как эта лавина? Не знаю, общий расклад показывает, что есть люди, которые интересуются. А насколько они приняли, не знаю. Я вижу, что изменения происходят только по воле Божией. Вот недержание слова это страшный недуг у священства архиереев. Он сказал, но я все понял, он сказал твердо, прихожу завтра, да я передумал, я по-другому. Я так отшатнулся, да как же так? Да мы же договорились. А им даже нужды нету. И когда вот этот акт о каноническом общении готовился, то зарубежные больше всего этого боялись. Они слова не держат. Это у них всеобщая эпидемия. Даже не эпидемия, а пандемия. Я хотел сегодня объявление сделать. Ночью сегодня у Виктора Савченко умерла мама. Надежда звать ее. Хорошая, хорошая. Она в Потеряевке была, приняла крещение пораньше своего мужа Николая, Виктора Николаевича. Ну, нам позвонила сестра Ольга, говорит, мама умирает. Ну, мы все сразу на молитву. Ночью Витя скинул смс, что мама умерла. Умерла, отошла ко Господу или как там. Мы не знаем, как мы знаем. Умерла это точно. А куда отошла, Бог выведет только тогда. А сейчас как? Отошел ко Господу. Ну, это можно понимать просто как по мытарствам прошел, чтобы явиться, а потом оттуда вниз головой нырнуть. Поэтому нужно быть осторожным, чтобы и тут даже не солгать. Она прищищалась, исповедовалась, православная батюшка. И она в церковь ездила. Патриархийная, конечно. И соборовалась. Очень желательно, чтобы спасла. Считают по псалтыре, молятся у нас. Ну, и говори. Желание наше, чтобы она, Господи, прошла мытарство. Мы верим в это, что у человека 20 мытарств, он 40 дней проходит их, испытывается язык и все, что с нами было. Вот так. Как с ним беседовать? С каждым по-разному. Иногда в поезде едешь, но обстановка никакая совсем. Ходят, гуляют, придет там, накурится. Тут не курит, а в другом месте. За любой случай ты можешь ухватиться и начать с него говорить. проповедь. Луна светит, это я уже начну проповедь. Жена сидит, что-то противоречит, я уже начну проповедь. Именно с этого начну. И они оба будут заинтересованы. Я увидел настоящего художника один раз. Он в течение, допустим, одной минуты мой портрет уже готов это, ну, общертить. И я слажу сверху, надеваю портянки, это, заматываю это. А он что-то рядом сидит. Я так повернул, гляжуя. У него лист бумаги, он как крутанул меня. Я сижу, прям я вижу, что это я. Вот проповедь я начинаю с художества. Тут же переведу на то, что было в Израиле. А ветхие или новые, с чего начинать? Новые обязательно опираться на ветхие. И постепенно подводить, сказать о книгах Ветхого Завета. Ну, тут, понимаешь, вариации, как в шахматной игре. Масса. Бесконечная масса. Это надо все время быть в молительном состоянии. Те люди-то, которые, ну, сегодня в семинарии учатся, миссионерские отделы какие-то. А начнешь говорить, ты видишь, он не избран, не предуставлен. У него нет этого. Он голову-то забивает, а к сердцу это не доходит. А народ это понимает. Слушатель это поймет, что ты не тот, за кого себя выдаешь. А этому не учат. Я вот учился в техникуме, когда, и уже заканчиваю. Никак не учат, как определять работу, качество. Это все уже мы прошли. Ну, а когда он учит, как с людьми обращаться-то, а говорит, так уроков нет. У как? Так это главное. Ребенка-то надо учить этому. Вот он в Дагестане, скажется, обратился и стал священником. И показывает, как он живет. В семье у него девочки все в платках. То есть, они сохранили этот обычай. Ну, девочки 13 лет спросили, а у вас какая мечта? Она не отвечает, мечта. Мечта это плохое слово. Оно отрицательный оттенок несет в Библии. Она отвечает, задача у меня такая, приготовиться и быть хорошей женой. Вот возьми 13-летняя. Это действительно, только этому надо учить. А она учится всякому рукоделию, ухаживает за ребенком. 13 лет. А у нас замуж выходит, ничего не умеет делать, готовить не может. Каждый день только яичницу готовит, и все. Ну, нельзя же так. Готовить надо, готовить к проповеди, готовить к благовестию. А то в церкви везде все, чтобы это было. Когда человеку это говоришь, вот прямо, он обратился, вот у меня в камере я сижу, он обратился, Володя Редькин. И он тут же, я ему не говорил этого, он покаялся, плакал, нас сразу оторвали от других, в отдельное там, в подвал нас посадили. А нам это и надо как раз. Надо. И он идет, когда на прогулку-то ведут, а нас потом разделили. Он идет и этим всем говорит о Христе. То есть, я его не заставлял это, он сам. Он огнем загорелся. Вот я видел, знаешь, человек вот пузатый, такой вот, и ничего нет. Он начал поститься, у него в течение полторы недели ничего не осталось. Вообще не ест. Ходит, плачет, полотенце через плечо, и слезы только утирает. Что не скажу, его все касается. Понятно, понятно. Вот он начал трудиться над собой. Сразу начинай. Пощады плоти моей не будет. Вот так. Ну че, все. Еще у нас время есть. 13 минут. Давайте. Может быть, еще один стих прочитаем? Все, вопросов не кого нет. Считай. 49, 52, 13 глава. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрязши на них прах от ног своих, пошли в иконию. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. Толкование. Иудеи же не ограничились чувством зависти, но прибегнули их к действиям. Видишь, на какой гнусный поступок склонили женщин. Стараются преградить людям путь ко спасению при содействии женщин в подражание древнему обольстителю дьяволу, который орудием для преграждения людям входа в рай избрал Еву. Не без причины поступили так, но потому, что были изгнаны иудеями. Учителей гнали, выделено жирным, а они радовались. Такова сила Евангелия. Страдание учителя не отнимает дерзновения у ученика, но делает его более бодрым. Комментарий Игнатия Тихоновича на слова учителей гнали, а они радовались. Итак, комментарий. Учителей гнали, а они радовались. Страдания, как возмездие за грех, всегда угнетали людей. И только христианство возвело страдания за благовестие, за любимого Иисуса в радость. Их гнали не за недостачу в церковной кассе, не за аморальный образ жизни, не за противление епископам, а за учительство, за благовестие. Воистину прав, сказавшись, что в вечности будет и вечная радость, и вечное мучение. Но радоваться за то, что тебя мучают за Христа, это счастье дано только благовестникам в этой земной жизни. Как много есть в мире героев, с которых люди пишут образ того, кому можно подражать. Дух Святой через апостола Павла говорит только об одной категории лиц, которым нужно подражать. Это не чудотворцы, не застворники, не патриархи, но проповедники, которые несли людям благую весть о Христе. Евреям 13.7 Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончины их жизни, подражайте в вере им. Читающие эти строки, хотел ли бы ты принять награду от Бога радость неизбывную, быть гонимым как проповедник? Начни сегодня свидетельствовать об искуплении во Христе Иисусе, о благодати призывающей и обращающей, и ты будешь гоним своими же собратьями. Но вот все слова сегодняшние призывают нас выйти на благовестие, людям благовествовать, начиная с Нового Завета, то есть покайтесь и веруйте в Евангелие, как сказал Господь. И потом уже переходя и дальше, если люди будут заинтересованы, и Господь даст нам этот дар Слова. Но даже без этого мы должны людям напомнить о Евангелии, потому что все достойны спасения, каждый из них. Кто не достойен, мы не знаем. Аминь. Аминь. Вопросы есть какие-то еще? Да, Виктор. У меня простой вопрос. Написано «набожные женщины». Какой смысл в этом слове заключается? Что это значит? Что значит «набожные»? Ну вот у меня такая ассоциация «старушка-брожа-одуванчик». Как-то вот такое вот вроде... Ну, написано «набожные», да. Брат, он подошел. Верьте, брат Владимир. Ты знаешь, что такое слово «набожные»? Можешь нам объяснить? Встречалось тебе в жизни. Почитающий Бога. Поближе микрофон говори. Почитающий Бога. Почитающий Бога, да. Вот меня тоже удивило, что вот этих вот набожных там старушки были, или ну женщины написано. Женщины. Женщины, да. Причем набожных и почетных, то есть они в почете были. Не какие-то там, наверное, свечки там задували, как у нас церковь, а, наверное, какие-то там церкви. Вот мы были у адвентистов, у нас сестра обратилась из адвентистов, это Любовь Николаевна, и с дочкой, вот с Юлией пришли. И вот мы туда к ним ходили, Игнатий Ильич говорит, иди попрощайся с общиной, принеси заявление, почему ты ушла, расскажи. И мы туда пришли, были там два раза у них, приходили мы. И оба раза, вот очень удивительно, что у них на переднем месте там сидят бабушки почетные, да, и женщины такие уже пожилые. И там стоит, допустим, пастырь там, или кто ведущий, проповедник, и он читает или говорит что-то божественное, и местописание. Он только говорит, итак, значит, местописание такое-то, и сразу шебуршание, раз, все затихло. Как мусульмане поклоны делают одновременно, так, раз, и вот смотришь, они все вот так, раз, и уже знают, где это место, все. И у них там подчеркнуты где-то у кого-то там все. Моментально открывают все, бабушка древняя, как вот наши сидят, и открывают все как одна. Я себе теперь при слове набожные и почетные вот женщины, я представляю себе именно таких. Наших православных, вот так вот платками затянутых на пять узлов, не могу представить набожными. Ну, простите, да, никак. Не верю. Как Станиславский сказал. Покажите мне ее со словом Божьим, как вот мама Верна Тихоновича молилась, читала там Библию. Двое очков одевала. Мухи, говорит, ползают между очками. Она сидит и читает до победного. Вот это обращение было. Это набожность. А это вот то, что свечки передавать, ходить там, делать какой-то видки обыкновенным маслом, смазывать эти подсвечники, это нет. Это не вера евангельская, однозначно. Мне бы еще хотелось обратить внимание на слово подстрекали. А вот эти же набожные женщины, они же не сами по себе стали гнать Павла. Их подстрекали, написано. И кто вот эти вот иудеи, подстрекатели, сколько вот у нас этих подстрекателей, и как их бороться надо, и главное чужими руками подстрекнуть. Это вот сейчас Америку в этом обвиняют. Они вот подстрекают там, эти воюют, а она им оружие продает. Германия. Очень удобная позиция. Чужими руками зло делает. А сам в сторонке. Это же, как есть анекдот, внучка спрашивает у бабушки, еврейки. Бабушка, а правда, что евреи распяли Христа? Нет, доченька, евреи Христа распяли римляне. Вот и все. То есть римляне виноваты. А то, что они подстрекали, распнили, распнили, ни при чем. Все, вину свалили. Да, Михаил, что-то хотел. Ну, я хотел еще, чтобы от Игната Тихоновича услышать ответ. В чем смысл набожности? Почему набожные женщины гнали? Почему поверили иудеям, а не поверили Павлу? В чем заключается смысл этого слова набожные? Набожные женщины. Набожные, значит, они хотели спасения, но путь держали неправильно. Больше склонялись, что батюшка благослови, батюшка благослови. Что батюшка скажет? Вот такие тогда они и были. А они сказали, кого просить? Вараву или Христа? Вараву, скажите вараву. И все закричали. И слепорожденного было. А как он сделался? Они боялись, говорят, и сказали, самого спросите. То есть прямо в руку шло свидетельство. Ну, расскажите о Христе. Боялись. И вот сегодня такое же. Батюшка отлучит от причастия. Он отлучит от причастия. И трясутся из-за причастия. Ну, он отлучит, так это он за это отвечает, не я. Зато незаконно отлучает. У него проказы будет изъединен рот и затылок. То есть духовно даже надо понимать. Подстрекать таких людей очень легко. А кто? Враги народа. Враг народа. Все, смерть им. И дальше голосует. И готово. Все закончилось. У меня сегодня перебирал тут книжки. Ну, порядок наводил-то. И попало у меня маленько. Вот такое вот. Это совсем-совсем маленький. Видно, нет так. Ну, я брал отходы на этой типографии. А это репрессированное. Ну, что пастух там. Потом пастух, бывает, кузнец там или где-то что-то подряд брали все. Самое малое 8 лет. А дальше расстрел, расстрел, расстрел. И говорит. Уничтожено было нисколько, не меньше, чем Великую Отечественную войну. Внутри. Сами, друг за другом подсматривали, сообщали. Учительница в школе ученикам говорит. Как вы думаете, кто у нас враги? И ученики писали. И это было достаточно, чтобы даже ученик написал. Вообще ничего за человеком не счастливилось. Но одного бьют. Такой был, был, все. Контрреволюционная организация. Дальше, глубже-то. Ничего нигде не скажут. Я вот сейчас посмотрю. Революция не закончилась. Микрофон не слышно. Не слышим. Не слышно. Так слышно? Конечно. Вот. Алтайская правда. Я покажу. Алтайская правда. 9 ноября 2010 года. Ну и что? Я подчеркиваю. Тут открыл. И тут написано. Вот какой памятник стоит. Единственное, на Россию такой памятник. Вот оно-то. Отец. Ну, открывали памятник репрессированным жертвам. Жертвам открывали. И где-то ставят какую-то памятную доску. А вот такой мощный памятник в центре города. Это, говорит, единственное на всю Россию. Вот заголовок. Такие памятники надо поставить по всей стране. Это дальше заголовок-то. Я тут читаю. А тут дальше-то написано. Написано. Мне уже интересно прочитать. Вот смотри. Так. Капранов до открытия памятника не дожил. Умер в 2007 году. Зато на площади был Игнатий Лапкин. Он дважды попадал в советскую тюрьму в 80-е годы. Первый раз за веру, а второй раз за то, что насчитывал на магнитофонные пленки архипелаг ГУЛАГ. И в таком виде распространял. От смерти в лагере спасал Лапкина-Горбачевская амнистия всем политическим зэкам. И упразднение статьи «Антисоветская агитация и пропаганда». Вы же куда попал. Не стой, чеховского мужика в больнице. Он, говорит, про меня в газете написано. Он говорит, где? А вот написано, говорит, один под телегу попал. Телега наехала. Да тут не написано, что это я попал. Не, ну про вас-то конкретно. А больше никого там и не было. Репрессировал. Ну все, давай к молитве призываю. Ровно полчаса. Игнатиныш, помолитесь. 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 Молитесь, Игорь Иванович. Готовь к исходу из этой жизни. Добрый ангел, не покинь нас. Господи, Ты услышал и даровал нам полезное из Евангелия. Вознай вечности тем, кто перевел все знакомых языков на наш родной, понятный. Научи нас ценить доброе Евангелие. Ибо Слово Твое говорит, чтобы мы все были единодушны, подвязались за веру евангельскую. Чтобы народ знал веру евангельскую. Чтобы священники стремились сверять жизнь свою с Евангелием. Помилуй нас, Господи. Приготовь эту землю к великим страшным испытаниям. И даруй мир Израилю, Россию, Украине и Сирии. И всюду идет война. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. С Богом. Спасибо, Христос. Бог, чтобы знать, Тихончик. Так, давай, где там открывай это? Что-то где плачут все. Кто, Варваров? Нет, этих ваххабитов. Ты же нашел что-то там. Или не нашел? Ну, давай. Ну, давай, отключайся. Спасибо, Христос.